добрый день дорогие друзья добрый день привет вам из родного вам и нам кишинева поздравляю вас новым годом не успел поздравить сделать это во время но сегодня светлый праздник рождества крестова и мы едем в страшины с моим хорошим другом и администратором сайта традиция м.д. такая же страничка есть и на фейсбуке он у меня в друзьях нику жосу и сейчас я переключу камеру на него и мы вкратце расскажем какое мероприятие ожидает нас в страшенах нику я уже здесь привет всем присоединяюсь поздравлением эти к с новым годом и с рождеством обязательно всех поздравляю едем и не совсем страшен и едем мы долго это такое село за страшенами ну а мероприятие какое рождественская служба а потом придут детишки калядовать ну и мы говорится постольку поскольку детишкам нужны подарки а нам нужны калядки послушать 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 калядки и поблагодарить детишек вот вот еще уже эти вам на жаль вас курсе такая вот благородная миссия интересно как помните шурика из кавказской пленницы песни тосты истории сказки всякие счет все что связано с традицией как называется наш портал да что-то самое благодаря нику немножко сам рекламу это сделаю уж простите но надо пользоваться рекламы много не бывает мы возражаем традиции хотим быть с нику и вот не то что возраждаем мы пытаемся и хотя бы сохранить вот хранители традиции называются хранители пока что нет но мы в процессе мы в процессе потому что потому что меня называют некоторые блогерам что меня очень сильно обижает я не блогер я просто гражданин кишинева молдавии который по воле сердца и души снимает вам видео про кишинев и молдавию по возможности где я нахожусь и стараемся соблюдать конечно традиции я вот хочу возродить проект спокойной ночи малыши молдавский вариант и все время думаю об этом уже и книгу нашел такого вот никак не соберусь силами но главное желание желание и она у нас есть нашем сердце в нашей душе и нику мне помогает в этом тоже и мы сейчас едем страшенны и погода дождливой но мы рады любой погоде потому что я уже не знаю сколько десятков лет услышал болгарии такую поговорку погоду дает господь а не метео и мы должны радоваться любой погоде потому что мы есть в этой погоде то есть мы живы мы дышим и нам дана великая благодать жить на этой земле созданной господом богом немножко вам покажу вот дорогу на страшены романтическое такое стекло в капельках дождя мы радуемся любой погоде дождю у снегу ветру солнцу потому что а ее дает господь нам и мы имеем счастье видеть и ощущать эти дождинки снежинки ветер видеть облака осенние и весенние листья журчание воды шум волн сейчас мы приближаемся потихонечку такой вот развязочки которые соскулят соскулянка и соединяется из баюканами а это полтавское шоссе нику подсказал мне совсем забыл что мы этим по полтавскому шоссе да и сейчас будет заправка то еще кто помнит каталан каталан здесь был да когда-то замарин а вот с нами наш друг я сегодня познакомился это вот компания моих друзей старинных в которой я внедрился так сказать когда-то лет 30 назад но с марином не получалось встретиться но я очень много слышал о нем это тоже наша старая гвардия старинная гвардия не старая старинная но суббирь меня поправил один друг друзья не старые а старинные знаете да вот эта заправка каталан бывшая кажется да и едем в дому про дом и много слышал и с великим удовольствием и радостям я я посещу посетю пасе посетим это село что я страшно обожаю деревни и села молдавские и украинские неважно какие потому что там больше сохранен дух дух отечества скажем так продолжаем нашу запись дорогие друзья мы успешно посетили заправку каталан старое название лак ну место памятное и продолжаем наше движение на долгу по вот этой трассе на или вещь я правильно говорю знакомые вам места и как но и и вот магазин porsche и многие люди когда обращают внимание через мое видео вот на такие сооружения на дорогие автомобили готов о как круто у вас кишиневе но это совсем не так совсем не так потому что даже если автомобили покупается то 96 процентов по статистике берутся в лизинг никто их не покупается за живые деньги которые у него есть кармане кредиты кредиты и еще раз кредиты кредит это что это означает что квартира купленная в кредит или автомобиль не является вашими является собственностью банка и вы не инвестируете деньги потому что нельзя инвестировать кредитные деньги можно инвестировать только свои но не чужие у нас лишнее об этом сегодня сегодня праздник я не знаю насколько хорошо видно потому что дождь и такой легкий туман и вот эти новые строения слева и вправо наверно смущают вас вы ничего не узнаете не ориентируетесь где мы находимся только по кривизне пути вот по поворотам кто ездил по этой трассе может ориентироваться где он находится вот тут налево и так это сейчас куда дорога наверно трушены вот ориентирно на трушены сюда пустили троллейбус на батарейках и мы как-то ехали серёга и таксистом вот по этой дороге нам навстречу троллейбус среди виноградных полей так вообще необычно прикольно троллейбусы новые белорусские пустили надо вот съездить не в трушена по моему они в трушену брали ой я не знаю можешь запустили на я лагину тут вообще было очень весело с этим троллейбусом ибо сначала запустили на трушен что-то где-то там поменялся какой-то прямо который был не от той партии которая была во власти и они значит этот троллейбус в трушену запретили и пустили в яловены где был хороший примар этот трушенский был плохой для вас но сейчас не знаю может опять власть поменялась и пустили опять сюда троллейбус молдавия страна чудес ничему не удивляйтесь да я буду так периодически да это было нику со своим комментарием про троллейбус на трушенскую линию троллейбусную до на аккумуляторах до когда мы с этим китики чили уже заехали по старому мы говорим по старому я идет как 90 процентов благодарности и 5 процентов где-то эдуард что за улица там энгельса или какой проспект линина это же все фальчилмаре рима и друзья через 20 лет когда она может быть будет пятое веню вы будете называть ее стефан челмаре но в чем я уверен что это точно не будет у леса мои самом Да. Все, а политики не слова. Сегодня куда-то о хорошем. Где-то здесь, с правой стороны, находится бывшая межрай-база. Молдав-потребсоюзная. Тут работал мой папа инженером-строителем, прорабом. Вот где-то здесь она заест в нее. Сейчас вот она видна, видите, межрай-база. Так прикольно было. Вот там папа хотел мне купить на этой базе. В 84-м году еще был это магнитофон Олимп 003, если знаете, такие были высшего класса. Мы его крутили, вертели и так и не смогли с ним разобраться. И купили тогда Маяк 231 и усилитель амфетон и колонки пирлес. Датские, 100-ваттные. Вот всякие тут кафе, водохранилища. Вот не видно через туман. Я не хочу протереть. Есть тряпочка протереть? Вот Марин дает нам тряпочку. О, вот все и Марину хорошо видно в зеркало заднего вида. И нам виден пейзаж. Нику тебе дать протереть? Нет, у него все равно. Вот водохранилище, Герегическое море. Вот оно красивое какое. Еще Молдавия. Молдова, Молдавия. Прекрасная страна. Хорошие обычаи, традиции, фольклор. И опять же, я не могу не удержаться, не прокритиковать нынешнюю моду на англицизмы, английские названия. Ихают в Советский Союз. Хотя при Союзе у нас все названия всех заведений, в частности, были молдавские. И вспомните, Лайзвор, Бутуяш, Сенетати, Тойна, Крама. Подскажите еще Нику. Три покойника. Хромая лягушка. Хромая лягушка, да. А сейчас это хромая лягушка бывшая стала катабуси какая-то там, типа китайская, японская. И до недавних пор там еще была вот та вот паталончик, а можно было купить мететей, корницеи, как в те старые добрые времена. Помните? Салат с горошком, соленый огурчик там. Паталончику эти такие деревянные, стойка такая, простые стулья, столы. Но так было душевно. Страшены. Вот страшены, да, Нику подсказывает страшены. Да. Страшены же километра три. А до Долны сколько? Отсюда, прямо. Отсюда уже меньше, два метра пятьдесят. Вот, примерно они, Марин говорит, 50 километров до Долны, где я ни разу не был. Где я только еще и не был. Не был там, не был там, не был там, да, как говорится. Но я очень... Не я только не был. Что побывал в свое время в Израиле, первый раз, в 89-м, 90-м году, в Греции, Турции, на Кипре. И вы знаете, моя эйфория длилась, я засек 40 минут, ну максимум час в Афинах, когда это был 89-й год. Как раз на Рождество, ихнее Рождество, 24-го, 25-го декабря. Я был поражен. А потом уже, когда попал в Израиль, тоже удивился тому, что в 89-м году, на 90-й, у них были такси эти, Мерседес, 124-й, кузов, кто в курсе, в теме, еще такие растянутые были, как типа лимузин, такси. Ну 23-й. Ну 23-й, но у них было 24-й. А растянутые? Растянутые. А на Кипре, на Кипре тоже вот такие, тоже и тротуары разбиты, и лужи на Кипре. И мы там 8 часов стояли, потому что мы двигались на пароме. У нас было интересное путешествие. Не то, что на самолете, там 2 часа и ты ничего не почувствовал. А мы добирались 2 недели, но это другая история. И, кстати, появился в моей жизни Вадик, с которым мы ехали. Мы не виделись 33 года с тех пор, с которым мы ехали в Израиль. И он сейчас живет на телецентре, Нику, кстати, недалеко от Сережи. Я был у него, да, такая теплая встреча, мы начали вспоминать. Да. Вот еще тогда я заметил, знаете, 33 года назад, будучи в Израиле, что что-то там не так. Что нам не врали. На самом деле, там ничего нету для человека. Там все против человека. И капитализм, это просто такая красивая обертка, внутри которой гнилой шоколад. Знаете, шоколад не бывает гнилым, но там, короче, гнилой продукт внутри. Но это отдельная тема, очень тонкая. Ее не поймешь, если вы будете просто так ехать в отпуск, куда-то будете восторгаться, там, внешним фактором каким-то. Духовная составляющая, знаете, внутренний мир, уровень счастья человека, об этом никто не говорит. Все говорят о ВВП. Видишь, как меня понесло? Вот начал вроде хорошо. Что? Видишь, как меня понесло? Начал хорошо, говорю. И пошел за ВВП, за троллевали. Ага. Да, ликбез. Вы говорили еще без политики. Без политики, да. Без политики. Но, наверное, на этом мы пока прервемся, прервем нашу запись, потому что особо сейчас, видите, просто трасса прямая, нет привязки, нет таких знакомых мест. И уже я попрошу Марину заранее меня предупредить, когда включить камеру, чтобы показать что-то интересное по дороге. Марин знает, он водитель, он знает, ну, как вводит машину. Сейчас я буду интересоваться у него. Сейчас вот. Видите, вот как интересно. Бридцы здесь. Красивая молдавская природа. Пейзаж молдавский. Вот. Вот они, островки нормальные такие, магазинчики маленькие, придорожные. Я просто очень люблю вот эти всякие забегаловки. Вы знаете мою страсть всяким маленьким барчиком, таким непафосным. У нас их называют бадыгами, бадегами. Да, Нико? Ну, я не называю. Ну, бадыга, бадыга называю. Бадега. Да их уже нет. Есть, я нашел Оазис. Ну, это уже антиквариат. Антиквариат на Соколова, на Чевканах, еще с советских времен называется. Может быть, на Соколова, может быть, на Атаваске наверняка. Называется Нико Палуба. Я узнал у Саши, с Дойной, там у меня есть товарищ, что это вот на Соколова бар, он называется Палуба. Ну, Палуба в каждом, в каждом районе была Палуба. Очень. Палуба в каждом районе, в каждом, но два как минимум. Вот там Нико Пепельницы были, еще недавно, из этих пивных банок, закрученными краями такими. Кламур 90. И я попал, как будто вернулся на машине времени. Такое наслаждение. И там, я сразу моментально познакомился с людьми, там, простыми, рабочими. Там, садись к нам туда-сюда. А что ты меня снимаешь? Я ничего не делаю. Ты дорогу снимаешь. Если им интересней, чем на меня, то потом вырежешь. Нет, не вырежу. Как вырезать друга можно из эфира? Ну, не совсем так. Так. Вот это страшенно, да. Вот. Марин вовремя подсказал. Вот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Касамаре. Край мой светлый, Торбиться с небесным словом Расцветаешь белой веткой Силой дружбы всех народов Касамаре, Касамаре Куколок страны морей Ты как сердце Молдавана Раз, два, кулася, друзья, друзья Касамаре, Касамаре Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok